Конец экосистеме может наступить по вине человека. Например, если он будет выбрасывать опасные отходы, куда ему вздумается? Как раз такую стихийную свалку требуют убрать в Иркутске. Какую опасность она несет для окружающей среды и кто должен ее убрать, выясняла Дарья Эйвазова. А у реки, а у реки, а у реки. В Иркутске можно много разного найти. Есть здесь красивые вполне места, а есть утопленного мусора гора. Здесь заболочена вода и вонь бьет в нос. Но это далеко не главный здесь вопрос. Ведь если в сторону чуть-чуть пройти, то можно вещи поопаснее найти. Стоит только отойти от берега на 170 метров вглубь промзоны и можно обнаружить вот такую свалку. Со стороны похоже на безобидную кучу земли. Но в этой горе высотой около 5 метров таится угроза для людей и природы. Ведь в ней 1200 тонн отходов с тяжелыми металлами и химическими реактивами третьего класса опасности. Вот в этой куче есть и олова и хром. Утилизировать их можно лишь с трудом. Титан и марганец опасный шлам. С 50-х накопились они там. Здесь раньше был завод, где делали авто и средства связи. Но закрылся цех давно. Его наследие лежит полвека, неся опасность для природы с человеком. Отходы размещены на почву и причиняют ущерб окружающей среде. На почве их размещать запрещено. Особенно если это находится вблизи водных объектов. Ведь если дождь пойдет или растает лед, в воды грунтовые вся химия пойдет. А с ними в Каю, затем в Иркут и будет окружающей среде капут. Но если так опасно мусор здесь копить, то почему его не едут вывозить? Раз власти местные здесь землю не спасут, то их принудят прокурор и суд. Органам прокуратуры стало известно о наличии данного микрополигона в 2020 году. По данному факту было внесено представление в адрес администрации. Однако данное представление не было исполнено. В связи с чем было подготовлено исковое заявление в 2021 году и направлено в суд. А суд решил, что свалку нужно удалить. На мэрию обязанность ту возложить. Но сколько времени на то уйдет, увы, ответить нам никто сейчас не смог. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров. Новости по будням.